Юниорский хоккейный турнир вызвал огромный интерес у новгородцев. Матчи с участием сборной России проходят с аншлагами. За наших, конечно, переживают, но главные эмоции вызывает не результат, а игра и страсть юных спортсменов. Минувшим вечером трибуны Ледового дворца были забиты до отказа. Поддержать российскую сборную пришли более тысячи болельщиков. Такой ажиотаж объясняется еще и тем, что на лед вышли команды юниоров. Возраст игроков 15-16 лет. А значит, ожидались высокие скорости, силовая борьба и бурные эмоции. Перед началом матча состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняла участие первый заместитель губернатора Новгородской области. Вероника Минина вышла приветствовать хоккеистов и зрителей на коньках. Дорогие дамы и господа, уважаемые учащиеся в турнире, разрешите приветствовать вас от имени правительства Новгородской области, на древней российской Новгородской области. Еще на пресс-конференции, посвященной турниру четырех наций, главный тренер российской команды сообщил, что в Великий Новгород приехали 22 хоккеиста, воспитанники сильнейших российских клубов. Однако ведущие игроки юниорской сборной сейчас выступают на Олимпийском фестивале в Турции. Несмотря на это, подготовка к каждому матчу будет серьезной. Лед очень хороший, даже и с Москвой намного поинтереснее. То есть условия вообще хорошие. В первом периоде финская команда серьезно прессинговала хозяев, позволяя им лишь изредка проводить контратаки. Ротарь российской сборной показывал отличную игру, но все-таки счет в матче открыла сборная Суоми. Невзирая на это, поддержка трибун не ослабевала. Хорошо, но финны задавливают наших. Наши пытаются атаковать, но у них не всегда получается. Много удалений очень у наших. В меньшинстве неплохо играем. Думаем, что тренер внесет коррективку, настроит. Накрутит сейчас. Да, и должны победить. С начала второго периода игра сборной России стала более слаженной. Игроки все чаще атаковали, финны умело отбивались и контратаковали. В результате они удвоили преимущество. Спустя некоторое время, завершив идеальную комбинацию, наша сборная сократила разрыв. Третий период оказался богат на удаление и стычки игроков. Хозяева льда пытались сравнять счет, но удачливее оказались гости, забросив еще одну шайбу. Итог – 3-1 в пользу Финляндии. Первый блин для наших вышел комом. Впрочем, болельщики все равно получили огромное удовольствие от такого хоккея. Решающие матчи турнира пройдут завтра. Максим Широковский, Влад Ковалевский, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение.